К слову, я бы не сказал, что прям жалко, что Принц Персии будет именно тот, который будет. Ну, во-первых, не так много их уже ранят люди, в принципе. Весь хайп по Принцам Персии был в 2015-2016 годах, когда нашли зипы, и популярность игры резко возросла в плане спидранов, и были найдены новые скипы с зипами, без зипов. То есть, если раньше, единственным раном был, ну, раньше, там, 5 лет назад, скажем, единственным раном с End of Time был ран с SpeedDemos Archive, то после того, как нашли зипы, потом нашли очень много других ключей, и ран, который будет сегодня, в принципе, Принц Персии, он уже быстрее, чем старый S.G.E. Иран, и по времени его VR быстрее, чем VR, когда только нашли зипы. Но я потом объясню, что такое зипы, это через одну игру у нас. Пока не отвлекайтесь. Так, а мы уже переходим к марафону, в смысле, к игре марафону. Марафону, марафону, мы не будем выходить, или ранее будет. Я Аперчу Гриллз, Total Carnage, это сложность. Но вся эта трилогия, трилогия, да, вся эта трилогия, есть три игры, нелогично. Три, два, один, начинаем. Это шутер от первого лица, с движком очень напоминающим, как я уже сказал, Build Tension. В первом уровне он только что нажали сквозь стены переключатель, который позволяет нам по всей почти весь первый уровень его зажали, вам приходится ресетнуть уровень. А если стоять на вот этой жёлтой платформе, на которой он стоит, то искусственный интеллект вас теряет и начинает куда-то уходить. В самом начале он открыл вот эту дверь, нажал на переключательскую стену, и теперь может пропустить почти весь уровень. Сюжет этой игры очень запутанный, но если вкратце, то мир скоро кончится, в смысле, ну да, скоро уступит конец мира, света, и надо его спасти. Это трилогия о какой-то там научной фантастике, научно-фантастическая трилогия. Вышла в начале 90-х годов. Возможно, вы никогда не видели эту игру, потому что отпускалась она, в принципе, на Маке, старая Макинтоши. В том, позже была портирована, но вид, конечно. Сейчас вы её наверняка сможете найти. Я вообще эту игру видел ранее лишь единожды, и то лишь видел, а не трогал. Если никогда не играл в неё. Есть всего две сложности, на которых ранят эту игру. Самая лёгкая, бог знает, как она называется, и Total Carnage, на которой играет он сейчас. Самая сложная, это как Ultraviolence в Думе, например. Всегда мой... Damn you, Лиза! Nice и молотый. You're tearing me apart, Лиза! В этом уровне будет первый скип с использованием автомата. У автомата есть отдача, и если в прыжке начать стрелять, то, вот видно, его отбрасывает назад. Ну и да, я по себя, он ещё кинул гранату, то есть это такой совместный буст. Его немножко бустануло назад гранатой, и ещё есть отдача у автомата. А в зоноске приступает весь уровень. Весь этот уровень является мультиплеерной картой. И здесь можно просто набрать патронов, и перейти в следующий уровень. Странный уровень, типа Хаб, где можно набрать патроны, также является мультиплеерной картой. Классная история, Марк. Считал ли я эту игру? Нет, я в эту игру даже не играл. Я вот только видел её. Вот этот уровень говорит один из самых сложных казуально, но с помощью скипов, он довольно тривиальный, тривиальный, в смысле. Выстреливаем в переключатель, что активирует платформы. На всякий случай сохраняется, то есть он просто скипает часть, несколько циклов платформ, в том того, что уже стоял на первой из них. Говорит, за всю свою жизнь я закончил этот раунд без смертей всего лишь трижды. Теперь, в начале игры инопланетяне были против нас, теперь они за нас, а мы сражаемся против людей. Здесь происходит какой-то сюжет. Теперь парни, которые в первых уровнях были против нас, теперь за нас. В этом уровне, говорит, очень просто умереть. Окей, nice rocket jump. Очень игра какая-то странная у неё движок, то есть вертикальное движение, как-то очень медленно рассчитывается. Из-за этого rocket jump выглядит, как будто он просто подлетает. На самом деле, его немножко бустит, ну, как бы не уроном, не уроном, но отдачей. Кетницы. Различное оружие, различная отдача. Это анимация перезарядки дрововиков. Божественно. Удивляется противнику, который повелся в комнате. Перехожу в последнюю часть этого уровня, и это также самая сложная часть. Есть вероятность, что я умру в этих кальдерах. Бустит себя, чтобы ускориться. Начал говорить, что основной способ передвижения это стрейф. Во многих движках стримных стрейф делается очень просто. Вы бежите по диагонали. Ваша скорость направленная прямо и направленная в сторону складываются. В более длинный вектор. Базовая геометрия в действии. В самом начале игры объясняют, поясняют, не объясняют сюжет. Говорит, что мы дрались с каким-то искусственным интеллектом злым. Теперь мы его перехитрили. Вообще игра нас телепортирует во временных отрезках между уровнями. То есть в одном уровне мы дальше по временной линии, в следующем уровне уже раньше и так далее. То есть сюжет не имеет никакого смысла. Нервой рекорд 19 или типа того минут, но поскольку сложность очень высокая, в основном из-за этого стимейт 30 минут, то есть на 10, на половину времени рана, больше. В коротких ранах это безопасно на самом деле маневр на марафонах. Убивают киборга, убивают битающего инопланетянина, из-за которых умер. Кого-то не добил, что-то не нажал. А, да. Возвращается, потому что не нажал кнопку, что сохранился перед тем, как он ее нажал. Интересно, если выстрелить в переключатель гранатой, ну, гранатой, ракетой, то она не взорвется. Как я понял, все переключатели в этой игре могут быть нажаты игроком или его projectile, то есть ракетами, снарядами и так далее. Сюжет какой-то такой типичный, как это, Sky-Fi получается, из типичная научная фантастика 90-х, где есть злой интеллект, где есть злые инопланетяне, потом кто-то становится добрым, с кем-то мы деремся, с кем-то дружим. Гранатой напоминает слишком много вещей одновременно и при этом в целом она не упоминает ни одну из них. Света игра напоминает мне такую обскурную игру, как как же она называлась-то? Я завис, короче. В 2015 году на ESA был ран Island Peril, во. Обскурный, абсолютно, шутан 90-го бородатого года. В какое-то причине, именно эту игру мне вот эта марафон игра напоминает больше всего. Интерфейс напоминает что-то между System Shock'ом и Meg Warrior'ом. Внешний вид движка напоминает Duke'а. О поведении, оружие и там... вот скорость в основном передвижении мне напоминает Island Peril, о котором я сказал. Duke'у напоминает меньше всего. Эти парни с пулеметами самые опасные противники, потому что... эээ... потому что они стреляют... как же называется этот термин? Эээ... когда они в вас стреляют... хитсканом его. Ээ... когда они стреляют, они либо в вас попадают, либо нет. То есть у их снарядов нет скорости полёта. Эээ... как у ракет, ну то есть как у всех пулемётов. Эээ... в момент выстрела считывается направление... эээ... эээ... ну да, направление, расстояние, и попадает ли персонаж в линию. И если персонаж находится на линии огня, он получает его. Эээ... сложность... да, сложность Total Carnage самая высокая сложность. но не то, что почти нельзя. Он противник либо мажет, либо попадает. Нету такой вещи, как задоджить. Да, должен уничтожить четыре панели на стене. То, чем, собственно, он занимается в этой комнате. Да, говорит, в следующей комнате есть небольшая часть рандома. У меня есть сетап, но может не получиться, и у него выходит. В общем-то я вспомнил Might and Magic сегодня что-то в утро. Да, это голос Дага Зартман. А, блин, еще Теквар напоминает, точняк. Очень мало хп, и надо будет зубы капиться немножко. Многократно возвращались в этот лавовый хаб. Не совсем понимаю, как устроены уровни, конечно. Да. Она говорит, что вот эти противники, которые там валяются на полу, на сложности, на которые он играет, очень часто взрываются после смерти. Начало уровня под лавой, плохо, потолок это лава. Бираем бэкаповые патроны, которые на самом деле не теряют нам никакого времени, поскольку мы все равно ждем пока пустя стена. В этом уровне мы должны нажимать много-много дверей. Но, короче, это очень большой уровень, но здесь много лавы, и разработчики посчитали, что... Считать, что вы, ну, в смысле, полностью убивать вас в лаве было бы несправедливо. И когда вы получаете много урона в лаве, вас просто телепортируют куда-то. Поэтому весь раут в этом уровне завязан с тем, что вы бежите к какому-то переключателю, активируете его, потом убираете в определенном месте в лаве, вас телепортируют к следующему переключателю и так далее. Всего так три переключателя. Теперь зависть, последняя глава в этой игре. В этом уровне, говорит, есть небольшой рандом, связанный с тем, как мобы заспауняются. Мне кажется, все же не как заспауняются, а как соберутся. Сколько мобы в таких играх имеют вполне себе фиксированные спавны. Ружья у него никого нет, сейчас только кулаки, драться с ними кулаками он не собирается. Человек, который впервые зараутил эту игру, является печально известным раннером Halo. И вот Aperture Grills говорит, что в основе этого спидрана лежит его ран из 2005 года. Не особо знаком с... О, видно же сколько патронов, вон обоим, и вон сколько запасных обоим у него есть. Бесконечные, но много. Противники сжирают довольно много патронов на этой сложности, как уже можно было заметить. Чего печально известный? Не знаю. Ну, infamous, было сказано. Что-то нехорошее делал, может читерил, может срался со всеми, ругался. Фу-фу-фу, плохие слова. Он мне объяснил почему, я не знаю. Дурная репутация, вот infamous есть. Перевод игры есть в названии. Дурная репутация у этого раннера. Хороший, я вспомнил. Хороший перевод слова infamous. Это клоны, они взрываются, когда подходят близко к вам. Они носят очень много урона, поэтому мы не бежим сквозь них. Здесь киборги застряли в коридоре. Проблемы небольшие у раннера. Уф, окей. У меня нос заложен, может быть. Я болел не так давно. Лето же у нас нынче жаркое. Какой-то остаточный насморк. Infamous, да? Да, да, да. Окей. Приставайте ко мне с ударениями. Обычно я ко всем пристаю с ударениями. Я чувствую себя неловко, когда кто-то говорит мне, что я неправильно ставлю ударениями. Он говорит, что не странно, что прошлый уровень пошел немножко не так, как хотелось бы. Он не умер, и ладно. Здесь специально умираю. На версии для Windows. Понятно. В этой игре есть глич, что вы не можете закончить игру, если вы ни разу не умерли. Хороший клич. Да, вот он говорит, что не странно, что я уже сказал, что эта игра эксклюзив для Mac. Вторых Mac. Он играет в порт на винде. Хорошо, вместо у вас 40 градусов каждый день. В последнее время 13 и дождь. Потом 25 и солнечно, потом 5-15 и дождь. Таких вот скачков температуры. Не очень. Убивают всех камикадзе вдали. Ну, чтобы они не убили его, потому что он будет делать серию прыжков. Окей. Да, мы сейчас очень большую часть уровня скипаем, путем залезания, путем карабканье по горам, не знаю, как сейчас сказать. Пол, это лава. Хорошо. Хорошо. Да, я люблю этот звук. Вы должны идти через эту очень длинную атаку, после того, чтобы вы ударили много свиньков, которые открыли различные части. Но вы можете просто прыгать на уровень уровня и идти до бассейна, без того, чтобы делать это. Я имею в виду, это спасает более 2 минуты. Давайте, чтобы никто не убил меня здесь. Есть какие-то случайные спауны, которые иногда происходят. Хорошо. И это конец этого уровня. Хорошо. Теперь я не хочу разрушить себя, но я практически делаю все трудные вещи в игре. Все остальное, как я понял, к концу иголи. Хорошо. Это моя последняя граната, поэтому я должен быть уверенными, не забывая. Хорошо. У него осталась всего одна граната, поэтому главное не завалить ее куда-нибудь не туда, потому что иначе придется делать плотнему. Небольшую платформинговую секцию. Вместо того, чтобы просто забуститься. Давай посмотрим, получится у него или нет. Окей. У меня получилось. Да, в последнем уровне, ну, в предыдущем уровне объясняют, что на сложности easy можно не убивать всех противников, поскольку в лаве вы получаете примерно в два раза меньше урона. Можно не убивать всех тех противников через каньон, в которых он расстреливал. Пол марафона. Спустил всего лишь 20 из 30 минут марафона. Ага. Большой пока лифт, ждем босса. Что там было написано? Think big time you are gonna die. Это босс. Это босс. Да, у меня нет гранат, это немножко отстойно, потому что мне надо разбудить тех противников. По сути, вы должны быть в этой арене, и вы должны... И вы деретесь с серыми версиями всех противников. Но мы не будем драться со всеми. Я только завалю вот этих серых пацанов с копьями. Убираем чип. И бустимся. И выходим с уровня. По сути, мы должны были драться все арены, и потом мы бы смогли залезть наверх. И это последний уровень сейчас в игре. По сути, почему я ждал, чтобы получить этот чип, это потому что это уровень, где вы должны поставить два чипа в слотах. И потому что они никогда не хотели, чтобы вы могли привести чипы из предыдущего уровня. Ну и сейчас будет небольшой секвенс-брейк за счет того, что у него есть чип с предыдущего уровня. Игра не задизайнена. Учитывая тот факт, что вы можете принести с собой чип, то есть считается, что все чипы, которые вы находите... Ну чипы используются для открывания консоли, я так понял, что все чипы, которые вы нашли на предыдущем уровне, вы потратите на предыдущем уровне. И время. Какой-то внезапный был конец, ни босса, ничего. Ну, босс должен был быть на арене, поэтому мы его не увидели. Мировой рекорд на 3 минуты, где-то меньше. Да, меньше чем 3 минуты. 2 минуты 58 секунд. Я бы хотел бы сделать этот экран, потому что есть довольно интересный месседжер. В конце концов это стоит примерно минуты. Так что, пока я ждал этого, я не буду читать все. Это очень круто, Лиса. Какая история, Марк. Что у нас там дальше по расписанию? Дальше, просто специально у нас Принц Перси, сейчас должен присоединиться в Айто Лайтох. Ладно, пока... Хотя что-то еще объясняют про игру, Раннер. А, он рассказывает о всей серии игры и приведет привет всему небольшому дискорду марафона. Он, в данном случае, не из ГДК, а этой игры. Говорит, есть еще донат, который для тебя пришел. 470 баксов и 77 центов. Поклопайте, поклопайте. Поклопайте. Слишком инсайдовый донат. Дурадол это искусственный интеллект, который злой в этой игре. И там было в форме того, как он пишет свои тексты на терминалах. Описан донат, мол, жалкий человек, ты думаешь, ты можешь остановить мир, потому что ты идешь быстро. Сюда иди и так далее. Все, что будет происходить. Итак, окей, вот это конец финального экрана. И что я хотел, чтобы я читал, это в левом правом. И так далее. Специально пролистал до конца титров. В конце в углу написано URD. эту игру разработали банджи разработчики destiny спустя десятки лет your destiny все же стала какой-то реализован воплощенной фразой от банджи интересно у нас не минутка сал аута чуть-чуть давай сал аут super meat boy